Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствия и почтения вашему вниманию. Тема Марты. Жизнь на новой земле. Световой коридор общения. Отец-Абсолют читает Лора. Здравствуйте, дорогие мои любимые дети. Итак, продолжим разговор о взаимодействии светлых и темных сил на тонком плане земли. И сегодня мы поговорим о том, каким образом светлым силам удается пробиться к человеку через астральные слои. Чтобы вы лучше поняли механизм воздействия сил света на астральных сущностей, обитающих на тонком плане вашей земли, представьте себе земной шар, окруженный энергетическим кольцом из темных энергий. Это та самая грязная пленка, о которой говорилось в моем недавнем послании. И для того, чтобы пробиться к человеку, обратившемуся за помощью к высшим силам, им приходится создавать некий коридор, соединяющий его энергетическое пространство и то измерение, в котором пребывает существо света, пожелавшее оказать ему помощь. Что же происходит с астральными сущностями, оказавшимися в зоне действия такого коридора? Будучи не в состоянии выдержать энергии столь высоких вибраций, они разбегаются в рассыпную. Это похоже на то, как прожектор или яркий луч света прорезает ночную тьму, образуя светящуюся дорожку. В нашем случае это энергетический коридор высочайших вибраций, в котором и происходит соединение сознания человека, сумевшего поднять свои вибрации до уровня, позволяющего ему дотянуться до общения с высшим миром, с тем его представителем, который пришел на его зов. В этом коридоре происходит ваше общение, получение вами информации в том или ином виде, путем яснознания, яснослышания, либо приема информационно-энергетического пакета. А что же в это время происходит с астральными сущностями и изгнанными с их привычных мест? В зависимости от уровня их вибраций, они могут находиться на том или ином расстоянии от светового коридора вашего общения. Так, сущности высшего астрала способны услышать ваш разговор, и если по тем или иным причинам ваши вибрации упадут, они вполне могут этим воспользоваться и вторгнуться в ваш канал под именем Сил Света. Поскольку они уже в тьме, вам будет непросто почувствовать подмену, и вы можете пребывать в полной уверенности, что разговариваете с представителем Света, которого призвали. Сущности среднего астрала в свою очередь способны уже дотянуться до вибраций высших астральных сущностей, а значит, по мере дальнейшего понижения ваших вибраций уже и они могут вторгнуться в ваш канал связи с тонким миром. Их вам будет распознать проще, поскольку они не обладают таким же богатым багажом знаний, каковым могут похвастать сущности высшего астрала. И также по цепочке уже от среднего астрала к тьме вознесения приобщаются и сущности нижнего астрала, которые тоже рвутся поучаствовать в судьбоносном процессе перехода Земли в новое измерение. Но, как вы понимаете, для них этот переход губителен, поэтому они и будут делать все возможное, чтобы понизить ваши вибрации, дезинформируя вас всеми возможными способами и внося в ваше энергетическое пространство хаос и панику. А что же сила света, спросите вы? Неужели они не способны отогнать от нас этих сущностей? Конечно, способны, родные мои, но они не могут нарушать еще один закон Вселенной. Подобное притягивает подобное. Ведь вы сами стали причиной того, что ваши вибрации понизились, а значит, к вашему каналу притянулись те существа, которые находились на одной с вами волне. Силы света не могут сделать за вас вашу работу. Постоянно сохранять в чистоте ваш канал общения с тонким планом. Это можете сделать только вы сами, повышая свой духовный уровень и нарабатывая умение всегда оставаться в гармоничном, спокойном состоянии, а значит, поддерживать в себе стабильно высокий уровень вибраций. На этом мы остановимся сегодня. Любящий вас безмерно, Отец-Абсолют говорил с вами, приняло Марта. Вы прослушали тему «Световой коридор общения». Дорогие друзья, маленькое дополнение. Уже много роликов о том, что безусловная любовь – это является высокой чистотой энергии. И если вы начинаете сдвигать сами себя, хотя бы призывая кристалл любви, хотя бы начиная понимать, что от меня зависит то, что я привлекаю в свою жизнь. И когда вы будете желать всему человечеству благополучия, когда вы будете желать всей планете Земля «Света мира и любви» – это и есть ваши шаги к вашему же освобождению. С вами «Кристалли, объединяющий любви». Такой ролик есть. Это практика. Применяйте.